привет друзья в прошлом обзоре мы с вами изучили прекрасный карманный тепломонокуляр пульсар axion xm 30 с кстати в том же видео я довольно подробно рассказываю о принципах работы тепловизоров особенно в применении в охоте кому интересно пожалуйста ссылочка на материалы и обзор в описании изучайте так вот в продолжении моей серии обзоров тепловизоров пульсар на этот раз у меня в руках уже топовый тепломонокуляр из линейки pulsar гиллион модель xp50 и вот этот прибор уже значительно отличается от карманного axion а и не только его внешним видом и габаритами вот его уже пожалуй можно смело отнести к профессиональным приборам для наблюдения за теплыми объектами и здесь главным образом отличие заключается в его начинке разработчики применили в этом приборе уже принципиально новый тепловизионный модуль повышенной чувствительности что значительно улучшило качество а главное детализацию картинки причем на дальних дистанциях то есть этот тепловизор уже относится к монокулярам для наблюдения на ближних средних и дальних дистанциях главным образом в этом обзоре я бы хотел сделать акцент именно на качестве изображения этого прибора потому что все эти функции фишечки менюшечки это все конечно интересно и мы этого с вами обязательно чуть позже еще коснемся но во первых во всех тепловизорах пульсар вот эти меню они примерно все унифицированы то есть похоже а во вторых нас же прежде всего интересует качество картинки а уже потом все остальное вот и давайте друзья начнем с самого главного сейчас вы увидите серию видео отснятых с этого тепломонокуляра в угодьях благодаря продуманной системе теплоотведения в этом приборе удалось снизить уровень шума картинки а также обеспечить высокую температурную чувствительность как видите изображение стало не только четче но что еще важно плавнее и стабильнее все это благодаря частоте кадров 50 герц то есть 50 fps что обеспечивает комфортную передачу на экран всех движений в природе также в этом теплике применена новая технология для повышения четкости и детализации картинки по всему полю зрения диаметр линзы объектива в этом теплике 50 миллиметров и давайте объясню детальнее почему я делаю акцент на этом тепловизор на охоте служит в качестве средства обнаружения и наблюдения за зверем вот вы вышли в поле первым делом включаете тепломонокуляр чтобы найти зверя в такой ситуации важно чтобы перед глазами была максимально полная картина происходящего и настоящий широкий угол обзора может дать только тепломонокуляр вот с таким объективом как в этом гелионе кроме того с этим объективом 50 миллиметров дальность обнаружения тепловых объектов в этом приборе достигает 1800 метров однако здесь опять акцентирую ваше внимание на том что это именно обнаружение но не распознавания то есть что это значит с помощью этого прибора на расстоянии 1800 метров вы увидите некую светлую точку однако эта самая точка не даст вам абсолютно никакого представления что же там находится лошадь лось собака или загулявший местный житель поэтому будьте предельно осторожны и внимательны в этом плане более менее комфортное наблюдение за зверем здесь в этом приборе достигается где-то от 500 600 метров что согласитесь тоже немало для сравнения давайте посмотрим как выглядит картинка вот с этого гелиона и его младшего брата аксиона при одинаковых настройках в одинаковых условиях а и 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 в любой другой области где требуется обнаружение и наблюдение за теплыми объектами с этим прибором вы получите максимальное качество картинки и детализацию комфортное наблюдение в любое время года в любую погоду и при любой степени освещенности будь то ночь или день вам гарантированы ну и сейчас давайте детально изучим его эргономику внешний вид и органы управления хотя прибор уже значительно отличается от тех же аксионов по форм-фактору но все же он не потерял эту самую мобильность разработчикам удалось уместить всю эту мощную начинку в довольно компактном корпусе так что его в принципе можно также держать в одной руке при весе прибора 500 грамм не сказать что он какой-то тяжелый и вызывает дискомфорт при наблюдении его ношении корпус прибора выполнен из углепластика обеспечивает комфортное удержание в руке и имеет всю ту же степень защиты по ipx 7 то есть это не просто нахождение под ливневым дождем а фактическое погружение под воду глубиной до 1 метра на протяжении получаса по заявлению производителя диапазон рабочих температур у него от плюс 50 до минус 25 градусов цельсия что обеспечивает абсолютно комфортную работу в любое время года при любых климатических условиях я вот знаю ребят что их даже берут с собой на горные охоты где условия порой даже очень экстремальные то есть эти приборы изначально рассчитаны на их жесткую эксплуатацию сложных климатических условиях аккумулятор здесь снимается путем отжатия фиксатора это вот такая вот довольно внушительная мощная литий-ионная батарея емкостью 5000 миллиампер часов время работы этого прибора при температуре 20 22 градуса с плюсом составляет около пяти часов в зимнее время года это время естественно резко сокращается это же касается и вашего длительного нахождения в угодьях далеко от населенных пунктов или охот базы с электрическими розетками поэтому продумайте тот момент и запасить с нужным количеством аккумуляторов особенно если вы собираетесь провести довольно длительное время где-то на вышке я вот знаю многие даже на ночь остаются впрочем никто вам не мешает подключить его к внешнему источнику питания в таком случае время его работы будет ограничено лишь емкостью вашего power банка кстати при этом будет происходить и заряд аккумулятора для надежности удержания тут же закрепленный страховочный ремешок на ладонь в точности как на видеокамерах и обращаю ваше внимание ребят на продуманные элементы корпуса вот в нижней части присутствует вот такая резьба для крепления площадки и установки на штатив установка прибора на штатив во многом минимизирует естественный тремор рук особенно это ощущается при увеличении изображения или работы с функциями прибора если вам требуется более стабильная картинка смело ставьте прибор на штатив и наблюдайте за объектами охоты управление прибора осуществляется с помощью четырех функциональных кнопок и отдельно вынесена кнопка включения выключения она же служит и для ручной или полуавтоматической калибровки матрицы откидываем защитный колпачок объектива по принципу как в оптических прицелах он здесь закреплен поэтому никуда уже не потеряется коротким нажатием на кнопку включаем прибор ждем примерно 5-6 секунд для загрузки системы за резиновым наглазником который вот так вот вращается и кстати его можно отогнуть если он вам мешает находится кольцо регулировки диоптрий один раз его настраиваем под ваше зрение и благополучно забываем резкость изображения настраивается фокусировочным кольцом на объективе имеет такой плавный приятный ход настраиваем фокус и началось наблюдение кстати в этом приборе уже установлена шикарная матрица 640 на 480 в отличие от аксионов с их 320 матрицей и сам экранчик имеет то же самое разрешение 640 на 480 в этой модели предусмотрены и смена объективов для этого вот тут имеется вот такая вот защелка отодвигаем ее назад и откручиваем объектив против часовой стрелки под те или иные задачи на прибору можно установить любой совместимый объектив пульсар 28 38 и вот этот вот 50 миллиметров прибор включен внизу экрана мы видим статусную строку с белыми иконками текущих установок слева пресет контрастности текущий режим калибровки кратность звук включен выключен чуть правее время и состояние заряда аккумулятора путем коротких нажатий на кнопку со стрелкой вверх изменяем предустановки контрастности более точная подстройка яркости и контрастности выполняется из меню быстрого доступа вызываем меню коротким нажатием вот на эту кнопку м поочередно выбираем яркость контрастность и изменяем в зависимости от местности и условий наблюдения длительным нажатием стрелки вверх изменяем предустановленную величину кратности это цифровой зум и разумеется чем выше кратность тем больше будет ощущаться шум и пиксел картинки а также дрожание рук максимальное увеличение в этом приборе 20 крат но опять же здесь реализовано и плавное изменение кратности снова идем в быстрое меню выбираем вот этот пункт и стрелками вверх вниз изменяем требуемую кратность штука очень удобно и ребят если требуется изменить увеличить изображение на нужную кратность в отличие от предустановленных таких ступенчатых значений если же нажать и задержать кнопку м то попадаем уже в меню прибора тут все унифицировано как и в других тепломонокулярах pulsar меню интуитивно понятно и фактически ничем не отличается от того же меню в аксионах правда здесь добавлены свои отличительные черты этого прибора например включение-выключение режима повышенной детализации с технологии имидж буст так же само как и в других в этом теплике представлен широкий спектр изменения температурной гаммы все стандартные настройки язык дата-время меры длины подключение пульта ду сброс настроек и форматирование встроенной флеш памяти отдельным плюсом в этом приборе хочется выделить встроенный стадиометрический дальномер для примерного вычисления здесь предустановлено значение объектов таких как зайц высотой примерно 30 сантиметров кабан 70 сантиметров и олень метр 70 значение эти разумеется усредненные видим вот эти два красных штриха и кнопками вверх вниз перемещаем верхнюю полоску так чтобы наша цель оказалась ровно между нижним и верхним штрихами одновременно с этим происходит автоматический пересчет дальности до цели эти три варианта можно применить в принципе и к другим объектам наблюдения понимая их размеры а именно высоту можно сопоставить с тремя этими пресетами и получить представление о расстоянии до объекта в предыдущем обзоре по аксиону я уже вам рассказывал о моменте калибровки матрицы но давайте еще раз заострю ваше внимание на этой важной части дело в том что по мере работы матрицы как и в целом самого прибора происходит изменение температурного фона то есть нагрев или охлаждение так вот некоторые характеристики сенсоров матрицы из-за этого меняются меняются они неравномерно и не по всему полю матрицы вот именно для этого для усреднения этих значений предусмотрена калибровка сенсоров матрицы то есть тепловой фон матрицы приводится к средним значением и картинка вновь становится четкой и ясной приборе предусмотрены три варианта калибровки ручная полуавтомат и полностью автоматическая выбираем автоматическую калибровку и прибор с определенной периодичностью будет как бы перещелкивать картинку выглядит это типа стоп-кадра если же эти перещелкивания вызывают какие-либо неудобства то можно выбрать режим полуавтоматический в этом случае калибровка будет уже происходить посредством короткого нажатия на кнопку включения и третий тоже ручной режим для этого необходимо закрыть крышку объектива и нажать на кнопку включения но учтите что если долго не проводить калибровку то на экране будет появляться такие тепло шумовые полосы и качество наблюдения значительно снизится здесь снова применена технология кадр в кадре или картинка в картинке если хотите активируем ее длинным нажатием на кнопку вниз на экране видим отдельное окошко с увеличенным изображением наблюдаемых объектов попавших в поле зрения объектива отдельно в этом окошке можно и менять кратность этот прибор также имеет встроенный фото видео рекордер объемом 16 гигабайт памяти и разрешением 640 на 480 с частотой кадров 50 fps запись видео происходит формате ави а jpeg для фото соответственно общепризнанные распространенные форматы которые читаются практически на любом устройстве отснятый материал можно скинуть на компьютер или ноутбук подключив прибор по usb кабелю также как и любой другой тепловизор pulsar этот прибор оснащен встроенным вайфай модулем для подключения к фирменному приложению stream vision качаем приложение в google play или appstore в настройках гаджета вайфай выбираем наш теплик и соединяемся с ним запускаем приложение все теперь некоторыми функциями прибора можно удобно управлять через ваш гаджет и что самое главное приложение дает возможность вывода картинки прямо в режиме реального времени как видите при всей простоте использования прибор имеет довольно богатый функционал и превосходную отменную по качеству и детализации картинку которая удовлетворит потребности любого пользователя по те или иные задачи применение этого прибора не ограничивается одной лишь охотой с вышек его запросто можно применять для наблюдения вообще за живой природой его можно и нужно применять для поиска подранков для егерей безусловно эта штука будет полезна в плане контроля от численности и популяции во вверенных им угодьях да вообще спектр применения этого прибора совсем не ограничивается одной лишь охотой его можно использовать в поисково-спасательных операциях в туризме в охране в морском деле то есть везде там где требуется обнаружение наблюдения за тепловыми объектами ну и теперь друзья давайте изучим содержимое коробки вообще ребят я не сторонник обзоров какого-то картона мы с вами покупаем не коробку а прибор собственно но здесь я хочу сделать отдельный акцент именно на качестве и дизайне упаковки вот смотрите коробка сама здесь на таких мощных магнитах это просто ну отдельное произведение искусства это уже в принципе отличительная черта пульсара делать акцент на такие детали что естественно заслуживают уважение так вот в этой самой замечательной коробки мы имеем вот такой вот прекрасный плотный чехол для ношения и хранения прибора собственно в этом самом же чехле он у вас все время и будет находиться его очень удобно переносить с помощью такой лямки на плечо чехол сам по себе плотный надежно прибор в нем защищен в этом же чехле и usb кабель micro usb разъем для заряда и подключения к компьютеру обязательно уже фирменный знак пульсара салфеточка для ухода за оптики дальше вот в такой коробочки находится отдельное выносное зарядное устройство для аккумулятора отсоединяем аккумулятор от прибора подсоединяем с помощью заглушки вот сюда вот все тут удобно продумано как-то криво его поставить невозможно защелкнули и с помощью этого же кабеля можно подключить его к зарядке к сети 220 для этого опять же предусмотрели вложили сюда адаптер usb адаптер на 220 но также без проблем аккумулятор можно заряжать от power bank а от компьютера или ноутбука и даже от автомобильного прикуривателя помимо всего прочего здесь же имеется и вот такая вот резиновая заглушка для транспортировки аккумуляторной батареи подзарядили батарейку устанавливаем ее обратно в прибор защелкиваем зажимом прибор готов к работе идем далее в коробке в обязательном порядке прочтению имеется инструкция на разных языках включая наш родной довольно подробная инструкция и гарантийный талончик в заключение друзья вопрос цены да эта штука стоит недешево практически в два раза дороже карманного аксиона но опять же все зависит от тех задач которые вы перед собой ставите в работе с такими приборами и если вам требуется качественная детализированная картинка широкий угол обзора богатый набор функционала работа в сложных погодных условиях то это все про этот прибор он безусловно стоит своих денег у меня в руках перебывали разные теплики и поверьте мне есть чем сравнивать и вот этот конкретно прибор с его качественной картинкой заслуживает безусловно отдельного внимания заказать этот прекрасный тепломонокуляр вы сможете у официального представителя магазина тут ру а при оформлении заказа по промокоду юхантер вы получите 5 процентную скидку на этот и любой другой прибор марки пульсар юкан или фортуна что ж ребят будем и дальше следить за развитием направления тепловизоров у пульсарка если появится что-то новое интересное из таких приборов обязательно вам о них расскажу все детально подробно как у нас с вами это и заведено большущего вам удачи метких выстрелов на охоте и пока увидимся спасибо